Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили нам новую рулетку на могильщика. Вот так она выглядит и я уже прикинул сколько необходимо голды для того, чтобы стопроцентно забрать отсюда машину, если она не будет вам выпадать в течение всех прокрутов и выпадет только уже на последнем прокрутике. Так вот на последнем прокрутике у вас будет затрачено суммарно 13 130 голды. Это капец как дорого, это просто какая-то немыслимая цифра и я честно говоря не совсем понимаю в чем прикол данной рулетки. То есть как я понимаю разработчики реально в 13 130 оценивают полностью все что они сюда положили. Они положили сюда могильщика, очень интересная машина, нестандартная, к ней мы вернемся чуть позже. Но ребят, все-таки могильщика продавали на аукционе и он явно не стоил даже 10 тысяч голды. Есть 7 дней према, ну окей, хорошо. 2 тысячи свободки в принципе ни о чем, ровно как и 50 тысяч серы, но и многие другие вещи здесь особой прям крутой ценности они не имеют. Поэтому с чего ценник 13 130, этот вопрос остается открытым. Но давайте будем обсуждать таким образом. Выложили, ну а в наше дело уже принимать решение крутить или нет. Для чего это делается? Ну потому что разработчики очень много голды нам дают халявно во всякого рода ивентах за просмотр рекламы. И безусловно им необходимо эту голду собирать назад, потому что мы ее собираем, собираем, собираем. А поскольку мы ребята с вами, скажем так, хорошо мыслящие, мы пытаемся купить максимально выгодные предложения. Ну и соответственно данная голда зависает и воборот назад в игру не возвращается. Итак, вот стоимость прокрутов в принципе ничего там уникального, удивительного и как я понимаю к этим рулеткам нам стоит всем уже привыкать. Они будут постоянными такими же как, как я понимаю, батл пассы ежемесячные, ну и какие-то индивидуальные предложения. Короче, это уже на постоянку. Что касается самой машины, я вам скажу так. Машина уникальная, реально уникальная. Аналогов этой машине в игре просто нет. Ну вот потому что, чтобы вам не рассказывали, с кем ее можно сравнивать, вот так выглядит ее броня. Да, безусловно не ультимативная, но все-таки можно отыгрывать. Есть рикошеты, все в зависимости безусловно от того, против какого левела играть будете. Если вы в топе списка, то вам гораздо легче. Если вы играете против восьмерок, то понятное дело, что гораздо хуже. Короче говоря, есть плюсы, есть минусы. Есть хорошие углы склонения по бортам башни, но вот эта вот часть, она в принципе покоя не дает. И что самое парадоксальное, что на самой вот этой вот картинке, почему-то пятаки, они не светятся такими, которые можно пробивать. Но по факту сюда пробивать можно, и многие это делают. Что касается того, чтобы фугасами ее бодать, ну разве что если забрасывать фугасы куда-то вот сюда в основание башни сзади. Для того, чтобы осколки в малом расстоянии между башней и, как это правильно назвать, верхним листом кормы, да. Короче говоря, вы поняли о чем я говорю. Вот когда сюда в это малое расстояние прилетает фугас, то очень четенько расходятся осколки как раз вот в башню и в корпус. Также в целом, я бы не сказал, что фугасами машину можно там прям совсем бодро разбирать. То же самое касается, если вы начали работать с машиной в клинче, не пытайтесь выцеливать комбашню и так далее. Если не получается, то соответственно бейте вот сюда в основание башни фугасом для того, чтобы осколки фугасов заходили в эту верхнюю пластину корпуса. Это что касается брони. Что касается сравнения, почему я говорю, что не стоит данную машину сравнивать вообще ни с кем. Это уникальная машина, уникальная по своему внешнему виду, по геймплею, по своей, я не знаю там, энергетике, которую она передает. И я бы сказал, что у нее есть свой характер и своя душа. Поэтому сравнивать с кем-либо другим данную машину ни в коем случае нельзя. Хотя бы исходя из того, что она обладает шестизарядным барабаном, который очень бодро перезаряжается. Обратите внимание, что здесь у нас есть шесть снарядов по 90, которые выплевываются каждые, грубо говоря, 11 секунд. Вы можете начинать отбрасывать новый барабан. Такого орудия на уровне просто нет. Да вообще, в принципе, в игре очень мало барабанов с таким количеством снарядов, еще и с таким уроном. Что касается других барабанных товарищей, у нас есть хищник, у нас есть уничтожитель, у нас есть фараон. Из вот этой вот тематики такой, да, потусторонней, все-таки уничтожители фараон самые близкие к нему. Но отыгрываются данные машины абсолютно по-другому. То есть, если, допустим, того же уничтожителя и фараона между собой имеет смысл сравнивать, то вот как раз товарища могильщика сравнивать на уровне просто не станет. Как играется могильщик? Могильщик играется весело и спокойно. Эта машина предназначена в первую очередь для тех ребят, которые хотят получить удовлетворение и кайф от того, что они заехали именно на вот таком вот абсолютно нестандартном, уникальном монстре и разбирают кого-то своим просто безумным КД. И лучше всего это делать, безусловно, на направлении не против тяжелых танков, а против СТ-шек, ЛТ-шек. Что касается характеристик по орудию. Орудие довольно приятное, довольно бодрое. Да, углы склонения вниз минус 5 не сильно радуют. Но в целом на ровных площадках машина отыгрывается вполне нормально и спокойно. Есть бронепробитие в 178. Почему такое? Потому что я поставил оборудование именно на пробой, добавил себе 8 мм пробития, потому что если вы поставите себе вентиль, вы добавляете всего лишь 0,24, то есть 1 четвертую секундочки быстрее будет перезаряжаться барабан. Поверьте мне, я играл на вентиляторе и я не почувствовал разницы потом. А вот разницу в отношении пробоя в 8 мм я реально ощутил. Здесь же я добавил на броню, потому что броней в принципе машина обладает. Ну а если добавлять хп-шки всего лишь 93 при стаж, там, ой, простите, при 1590, то в целом, или сколько там получает, 1550. Короче говоря, не чувствуется разница абсолютно. То есть вот эти 93, они неощутимы. А вот брони добавить, ну почему бы и нет. Ну и поставил себе на подкрученные обороты двигателем, просто для того, чтобы машина стала пободрее. Вот так поставил оборудование. Ну и, соответственно, ребят, при всем вот этом оборудовании и установленной амуниции у меня получилось орудие со следующими характеристиками. 3,7 по времени сведения, разброс довольно комфортный. Урон в минуту очень неплохой, он реализуемый. Время перезарядки 11 секунд. При этом перезарядка снарядов в магазине меньше 1 секунды. Практически полсекунды, я бы сказал. Снарядов в магазине 6, как я уже говорил, и по 90 альфы за каждый выстрел на базовом снаряде. Стоит отметить существенный минус данного орудия, который сводится к работе с неполным сведением. Я сейчас попытаюсь объяснить, если поймете, если не поймете, ну по-другому просто объяснить не смогу. Смотрите, после каждого выстрела орудию необходимо давать полное сведение. Когда вы бьете без полного сведения, снаряды реально летят хаотично. Поэтому получается так, что вам необходимо стрелять только лишь тогда, когда у вас не просто перезарядилось орудие, да, то есть дозарядился следующий снаряд для выстрела, а когда ваше орудие полностью закончило процесс сведения. Тогда вы практически гарантированно бьете, ну можно сказать, белки в глаз, по крайней мере на малых и средних расстояниях. Если же вы будете все-таки стрелять без полного сведения, счастья вам не видать, снаряды будут лететь куда попало, в лучшем случае не пробитие, ну а в худшем случае просто хаотично разлетаться по карте. Так, ловим первого товарища. Вот время сведения, оно не очень бодрое, заявленная цифра была очень приятная. А вот что касается того, как машина себя с этим сведением чувствует в бою, то я бы сказал, что приятного маловато. Мы сейчас не получили пробития, но от танка шестого уровня, от объекта 244-го. И в целом я не могу сказать, что не пробитие закономерность на данной машине. Это больше 50 на 50 вероятность того, что вас не пробьют. Вас не пробивают тогда, когда нормально не сводятся, не прицеливаются. Вас не пробивают в те моменты, когда вы вертитесь. Ну или если вас застали врасплох и в то же время сами очень сильно удивились вашему присутствию. Снаряды с барабана отбрасываются очень бодро и именно это доставляет массу удовольствия мне. И честно говоря, могила, он является самым любимым танком моим лично в игре. Я просто балдею от данной машины. Он доставляет такое море позитивных ощущений, которые передать и оценить, или переоценить точнее, ну просто невозможно. Как вы видели, сейчас сработал вот этот вот косяк с минус 5 склонения по орудию. И я, к сожалению, косанул и не попал в товарища. Но второй снаряд все-таки смог забросить. Что касается подвижности по машине. Подвижность у машины просто шикарная, как для тяжелого танка. Вообще, очень часто пишут в комментариях по поводу того, что задолбали своими вот этими, как для тяжелого танка, как для легкого танка. Объясню, почему так часто говорят и вообще, почему так часто я это говорю. Потому что танк танку рознь. И иногда бывает такое, что тяжелый танк, он едет безумно тяжело, как бы это тавтологически не звучало. Данная же машина передвигается как СТ-шка. Поэтому я и говорю, что как для тяжелого танка, который потенциально должен ехать не сильно бодро, или я бы даже сказал вяло, он едет просто шикарно. У него очень хорошая подвижность, очень хорошая поворотливость вправо-влево. То есть мансить на нем вполне себе даже комфортно. Вписываться куда-то в повороты тоже проблемы никакой не составляет. Так, сейчас секундочку. Мне надо проскочить так, чтобы от тигра не получить. Блин, я с тихами начал говорить. Хе-хе, это прикольно. Остались двое на двое. Сейчас товарищ будет быковать. Я думаю, что не сильно хорошо у него это получится. И больше чем уверен, что удовлетворение от этого процесса он практически не получил. На могильчике ни в коем случае нельзя отворачивать башню. И ни в коем случае нельзя стоять на месте, когда вас выцеливают. Как вы видите, барабан перезаряжается очень бодро. Я сейчас перезарядился очень быстро. И я бы не сказал, что это доставило мне прям какой-то дискомфорт. Едь сюда. Так. Я немножко помолчу для того, чтобы нормально сосредоточиться. Слава богу, у нас все-таки двое. Потому что могильщик, конечно, машина очень классная. Но против тигра первого, у которого довольно неплохая эльфа. И тоже довольно-таки приятное время перезарядки. Сравнивая с другими танками. Безусловно, самому справиться не очень хорошо. Единственное, что я так понимаю, что ЛТшник отпал. Поэтому факт того, что я не сам, я бы сказал, что это больше номинальное значение, чем действительно хороший показатель. Ну давай, перезаряжаемся. Я работаю на голде, потому что Тигрика пробить, к сожалению, нереально на базовом снаряде. Но обратите внимание, что свое дело голда делает и барабан, кстати, тоже. Вот сейчас такая крайне хреновая ситуация. Парень спит. Я в очень большой проблеме. И да, моего времени перезарядки не хватило. Он меня разобрал. Наверное, я сделал глупость. Не надо было мне быковать и толкать его. Но, сами понимаете, в пылу боя ты не всегда 100% грамотные и правильные решения принимаешь. Могильщик пробивается. Пробивается он. И сейчас команда проиграет. Скорее всего, именно по моей глупости. Но обратите внимание, что Тигр, он тоже парень непростой. Он сделал 4 фрага. И я обязательно поставлю ему лайкос после данного боя. Он, ну, безусловно, молодец. Наш парень спит. Соответственно, это будет проигрышный бой. Досмотрим бой до конца. Посмотрим на результаты. А я пока скажу вам следующее. Машина действительно очень хорошая и очень годная. Она очень приятная. Она доставляет огромное количество удовольствия от игры. И те эмоции, которые невозможно передать и каким-то образом оценить их. Оценивать ли эти эмоции в то количество голды, в которое оценивают прокруты все в виде 13 тысяч голды? Нет, ребят. Безусловно, 13 тысяч золота данная машина не стоит. Рекомендую я ли вообще прокрутить данную рулетку? Я бы рекомендовал рискнуть и крутануть несколько раз. Потому что машина действительно того стоит. Если бы могильщика у меня не было, и я знал о том, что могильщик машина годная, то я бы крутнул приблизительно где-то до, ну не знаю, там 6 прокрута. Максимум 7. И если вдруг не выпало, дальше бы, наверное, все-таки не крутил. Хотя в целом, ребят, обратите внимание, что 13 с копейками тысяч просят за могильщика, вот если полностью все брать. Но если вы не будете крутить два последних раза, то есть вам фортанет, и вы все-таки заберете до там 8 или до 7 левела, то машина вам достанется за 8 косарей золота. Если без вот этого вот, то вообще, в принципе, если я правильно считаю, 8 косарей минус 2,5, сколько у нас там получается? 5,5 тысяч. Да? Да. Так вот, короче говоря, о чем говорю, что, в принципе, до 8, если вы прям совсем рисковый парень, крутить, в принципе, стоит, потому что за такие бабки получить могильщик, это действительно круто. Но еще раз повторюсь, я не агитирую вас крутить данную рулетку. По предыдущим рулеткам мои прокруты привели к тому, что я просто слил свою голду. Это констатация факта. Я не пытаюсь обидеть варгейминг, и в том числе не пытаюсь подначить вас, тратить свою голду на то, что вас может потенциально расстроить. А рулетка потенциально может совершить с вами такое мероприятие, как пустить вашу слезу. Теперь, что касается того, какие результаты по бою мы получили. Да, мы проиграли. Это могла быть победа, но, ребят, практически 3000 урона, 3 сделанных фрага, а могло быть 4. Мы с вами взяли 30000 серебром, но это с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт. И это с учетом того, что я свой боекомплект использовал на 26000 серый, потому что работал голдой ради победы. К сожалению, не получилось. Ну и что касается нашей результативности по команде, то обратите внимание, жесткое первое место, и могильщик это может практически в каждом бою. Главное просто понять, как на нем играть и привыкнуть к времени перезарядки и углу склонения орудия вниз. И будет вам счастье, поверьте мне на слово. Тигр первый, как я и обещал, я ставлю ему однозначный лайкос, потому что парень действительно зарешал у себя за всю команду. И он действительно достоин данного лайка. Ну что ж, ребят, крутить или не крутить, безусловно, принимать решение вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть, поскольку она у меня есть. Ну и показать вам новость, которая выпала у нас в игре. Всем благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.